друзья всем привет ну что ж продолжаем наши прогулки по корейским улочкам и разговоры на важные темы что может быть важнее экономии да вот в предыдущем ролике про экономия рассказывала вам причины почему экономят корейцы почему лично я экономлю так в какую сторону лучше поехать против солнечного света я думаю быть лучше видно так вот в прошлом видео я рассказывала почему в этом видео я расскажу как каким образом именно экономит корейцы каким образом экономлю я корейцы экономят более эффективно они подходят профессионально к этому делу у них более такой эффективный метод у них например на каждую статью расходов есть отдельный конверт и они откладывают в каждый конверт регулярно деньги на какие-то вот свои будущие расходы но я не люблю всю эту бумажную волокиту все эти дебиты кредиты подсчеты это не мой конек может быть и когда-то созреют до этого но пока в общем не хочу заморачиваться поэтому у меня все намного проще мне выдает какую-то определенную сумму на месяц и я делю ее на две части одну часть я прячу прячу ну что уж там скрывать я прячу ее в шкафчик с носками чтобы отгонять злых духов чтобы никто не трогал эти деньги так это что за чудо здесь стоит на дороге как проехать то теперь вот в общем половину я прячу сразу это мне неприкосновенные деньги на мою дачу вот а половину я делю на равные части на 30 дней и важно за этот лимит дневной не выходить по возможности то есть если мне нужна какая-нибудь более крупная покупка например там крем от морщин по цене подержанного автомобиля есть такие крема в корее и я люблю их покупать так вот если мне нужен такой крем то я урезаю какие-то в общем из других дней урезаю расходы и коплю вот эти с этого всего но еще лучше выбросить крем мужа на какой-нибудь праздник вот поэтому вариантов много и в принципе экономить на еде на какой-то одежде в корее можно без проблем без какого-либо ущерба для себя потому что сейл такое славное слово скидка в корее она самая популярная и самое любимое слово здесь скидки на все абсолютно особенно на какую-то одежду даже новые коллекции они только первые дни стоят свою цену потом уже через несколько дней после того как коллекция выходит она уже теряет в цене она уже продается по скидкам и это позволяет экономить не говоря уже об одежде которая вообще без бренда очень много в корее качественной и довольно дешевой одежды но если с одеждой все просто то что касается еды те кто из вас интересуется давно корее вы уже в курсе что еда в корее стоит довольно дорого им я имею ввиду именно продукты в магазинах потому что в кафе поесть стоит намного дешевле но продукты в магазине стоят довольно дорого особенно овощи фрукты мясо но даже здесь есть выход например у входа в крупные гипермаркеты такие как и март у входа будут всегда стоять и такие стенды в которых такие специальные книжечки где отмечены например продукты продающиеся по скидкам и если не игнорировать совсем уже как я раньше это делала а смотреть в эти книжки и покупать такие продукты те продукты на которые скидки в принципе можно неплохо сэкономить особенно если это войдет в привычку если это будет не какой-то единственный ваш такой порыв а если это будет на постоянной основе можно прекрасно экономить потом сейчас как известно в марте все-таки цени цены не очень такие демократичные и как альтернатива и марту или там лотте марту или home class вот этих вот этим крупным брендом сейчас открываются такие альтернативные гипермаркеты они огромные и это можно назвать скорее таким крытым рынком там рыночные цены очень недорогие сравнение по крайней мере может сравнивать если с россией все равно будет дороговато но опять же смотря что если брать какие-то морепродукты или такие типичные для кореи для корейского рациона продукты то они будут стоить дешевле чем в россии а если брать какие-то европейские продукты которые в россии принято есть там до сыр колбаса какие-то не знаю там молочные продукты йогурты хотя нет йогурты здесь стоят копейки но в общем то что не типично для корейцев та же картошка например если они ее не едят то она стоит здесь довольно дорого ну и вообще овощи как бы фрукты они стоят дороже чем в россии но тем не менее в таких вот крупных гипермаркетах можно всегда со скидкой это все купить без проблем в общем ну что тут еще сказать экономить можно на чем угодно некоторые люди даже умудряются экономить на отоплении но я пока пока не дошла до такой радикальной стадии экономии на каких-то базовых таких вещах я экономить не готова таких как например тепло в доме я тут еще мерзляк и я этого не понимаю хотя люди все разные и у моего мужа есть друзья очень такие обеспеченные у них очень огромная квартира там что то ли 300 то ли 400 квадратных метров также есть прислуга в доме у них двое детей двое сыновей но они экономят на на отоплении на горячих полах то есть они с детьми спят в одной комнате и и одно отапливают и таким образом экономит то есть на прислугу им денег не жалко они без прислуги жить не могут а в холодной квартире прекрасно живут как в одной комнате спят все и ништяк то есть тут уже понимаете у каждого человека свои как говорится тараканы свои примочки в общем как то так если у вас еще остались какие то вопросы на эту тему задавайте в комментариях я всегда отвечу ну а следующая тема которая вытекает из темы экономии эта тема конечно же понтов в комментариях вы написали что вам интересно послушать как понтуется и чем понтуется корейцы вот для начала я хочу объяснить что я подразумеваю под словом понты понты это когда например ваш достаток не настолько велик насколько вы хотите это показать если вы например получаете месячную зарплату и полностью тратить ее на какой-то пшик например вы берете на прокат какую-то крутую тачку чтобы всем вокруг показать что вы такой состоятельный человек в общем пустить пыль в глаза людям вот а после этого сидите и вам даже не хватает денег на хлеб но это так как бы образно говоря но примерно вот что-то такое я имею ввиду под словом понты опять же если у вас достаток высокий и вы можете откладывать половину а половину тратить вам хватает на дорогой автомобиль дорогой дом там я не знаю дорогой одежду то это нормально демонстрировать свой достаток в этом в принципе нет ничего плохого люди так устроены они тщеславные отчасти да и в основном да люди вот любят демонстрировать свой достаток даже в корее повторюсь в этом нет ничего плохого с моей точки зрения есть конечно такие уникумы которые зарабатывают миллионы но ходят в какой-то драной одежде откладывая полностью все что они зарабатывают и экономят на воде в унитазе там и вообще в общем такие вот есть фанатичные фанатично экономящие люди но это уже как бы такой феномен неординарный вот если люди в корее которые действительно понтуются может быть и есть я просто не встречала и если даже есть такие люди это скорее исключение чем правило а потому что все-таки их национальная черта это умение вот экономить и распоряжаться бюджетом правильно эффективно как бы там ни было корейские женщины кореянки они все-таки любят иногда прихвастнуть не знаю насчет мужчин может быть там тоже это есть но я общаюсь в основном женщинами и в основном это родители детей так вот на каких-то встречах когда мы встречаемся с этими мамами из этими кореянками они как правило хвастаются не какой-то новой машиной вообще кстати вот да кто на какой машине приехал даже никто никогда не смотрит какая там одежда какая сумка никто на это не обращает внимание в основном они меряются если можно так сказать меряются какими-то достижениями своих детей именно в плане образования если среднее образование в корее бесплатная школы бесплатные то какие-то дополнительные секции хагвоны так называемые они некоторые стоят очень дорого то есть там тоже зависит от от имени там от класса от всего вот и в общем такая конкуренция такая вот идет знаете типа у меня там ребенок туда-то туда-то ходит в общем все что касается образования и они даже еще могут не только детским прихвастнуть но и каким-то положением мужа его образованием его должностью там своим каким-то образованием кстати и кореянки практически все имеют высшее образование несмотря на то что они сидят дома ну как бы за детьми следить детей воспитывать тоже нужно образование да вот поэтому да вот как-то если и кичаться чем-то то в основном как то вот этим это это уже уходит в прошлое можно сказать с чистой совестью потому что еще лет десять назад это прям так было откровенно а сейчас я все больше сталкиваюсь тем что кореянки просто дают детям полную свободу выбора так же как и мы как в нашей семье дети просто занимаются тем чем они хотят независимо от того престижно это не престижно в общем сейчас вот наоборот такая волна пошла в корее что детям нужно давать свободу об этом кричат в садиках об этом кричат в школах и в общем это очень хорошо потому что ну я не представляю как жить в такой вот гонки в такой конкуренции да хотя я такой как бы пофигист мне вообще все равно кто там чё куда гонится я сама по себе всегда была и буду но тем не менее мне отрадно отрадно осознавать то что и как бы и муж и дети мои живут в такое сейчас в корее время что все это изживает себя вот это вот давление общественное вот налила много воды как всегда надеюсь хоть что-то полезное до вас донесла надеюсь вам было интересно опять же пишите комментарии спрашивайте задавайте какие-то вопросы для меня это всегда тема для новых видео я всегда ориентируюсь на ваши комментарии так что да ставьте лайки и пишите комментарии всех вас обнимаю всех люблю и до новых встреч